Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про конфигурации для Visual Studio. Помните, как в MVC 5 было очень просто выбрать дебаг конфигурации или релиз, и в соответствии с выбранной конфигурацией наш веб-конфиг, который был в XML, автоматически трансформировался в нужный нам на выходе, то есть подставляя нужные параметры, которые были непосредственно для дебага или для релиза. С выходом ISP.NET Core выбор конфигурации немножко изменился, но на самом деле все равно существует, и сегодня я покажу, как это делать. Я создал тестовый проект для того, чтобы показать, как это все работает. Смотрите, у меня есть три проекта, один из них веб, я скажу сразу, что это шаблон типа Nimble. В общем, у меня есть apps.settings.json для дева, ну в смысле для девеломента, где есть датабэйс дев и для продакшена дев.прод. Смотрите, я сейчас попытаюсь запустить проект. Обратите внимание, он запустился на порту 200002. В базе данных у меня сейчас одна база DEV. И в общем, в чем, собственно говоря, проблема, так сказать. Но для начала, как мне переключиться на продакшен режим? То есть даже если учесть, что у меня здесь вот в девелопменте DEV, как мне переключиться? Если я переключу на DEV, запущу, ну в общем-то ничего не изменится, ну это не будет работать, потому что опять 200002, смотрите. В базе данных у меня по-прежнему одна база данных. Ну в общем, как бы это не очень сильно хорошо работает, как вы поняли. Давайте попытаемся эту картинку быстренько исправить. Ну для начала, смотрите, все, что есть в ESPN от MVC, ой, в смысле, ESPNetCore, извиняюсь, полезного. Это вот то, что есть файл, так называемый Properties, в папке Properties есть Launch Settings. Для того, чтобы вот эту штуку поправить, смотрите, из Express я его просто удаляю, потому что он на самом деле абсолютно не нужен. Здесь пишу DEV конфигурацию, даже вот нажму с ногу с подчеркиванием, чтобы совсем было красиво. Здесь могу поставить запятую и вставить еще эту конфигурацию, но она будет называться уже PROD. Естественно, здесь я уже сделаю PROD. Ну, по имени, смотрите, вот этот DEVELOPMENT должен совпадать с этим DEVELOPMENT, а этот PROD. То есть количество конфигураций, как вы понимаете, можно сделать там приогроменнейшее количество. Ну и давайте для PROD поменяем PORT. Смотрите, я нажал кнопку Сохранить, и у меня появилось две конфигурации, DEV и PROT. Давайте запустим, ну, релиз вот этого вот, если нужно убрать. Давайте запустим DEV. И проверим PORT. Обратите внимание, так, я старый закрою, 2000, ой, 200002. Соответственно, база данных у меня, как была одна, так и осталась. Теперь останавливаю проект, переключаюсь на PROD. И также запускаю проект. Сейчас запах должен занять немножко больше времени. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, так и произошло. Во-первых, смотрите, поменялся PORT, 400002. А еще, как вы понимаете, у меня появилась вторая база данных. То есть это говорит о том, что у меня подключение, соответственно, переключилось. Таким образом, собственно говоря, медленно было, потому что как раз в это время база и создавалась. Ну и, в общем, как вы понимаете, вот этим вот процессом можно легко управлять. То есть я подставляю нужный мне, запускаю, при этом вот этот DEV значения не имеет. Ну, теперь не имеет. Надеюсь, Visual Studio, то есть Microsoft, что-нибудь придумают. Но и эта конфигурация, даже если учесть, что она работает, и работает достаточно хорошо, она не есть как бы идеальная для того, чтобы это все на самом деле было так, как хочется. Смотрите, в папке bin вот этого проекта появилось три файла. И development, и json, и production. Если вы помните, в предыдущих версиях MBC был файл web.config, который, кстати, трансформировался на основании XML преобразований, таблиц преобразований, и всегда появлялся только один файл, уже с нужными внутри конфигурациями. Так вот, можно примерно такого же достичь, ну, используя именно SPED.NET Core. Как это сделать? Ну, надо понимать, что вот эти файлы тогда нужно удалить. Для этого я сейчас выберу вот один, скопирую все его содержимое, ну, то есть внутреннюю часть, да, вот таким вот образом. Ну, как скопирую, вырежу. Вставлю это в основной файл, нажму Ctrl-V, и теперь, смотрите, у меня вот эти файлы, development и production, они как бы на самом деле теперь не нужны. Вот я их удалил, у меня один файл, теперь какую бы конфигурацию я не выбирал, у меня всегда будет, она одинаковая в данном концепте. Но это легко исправить. Смотрите, я открываю файл launch settings, я здесь вписываю команду, которая называется commandLineArguments, и мне сюда теперь можно подставить нужные мне параметры. Давайте начнем вот с этой конфигурации, то есть в dev, в commandLineArguments я буду передавать connectionString, Ctrl-V, двоеточие, дальше я буду выбирать название название db-контекста, то есть connection подключение конкретное, дальше я выделю всю строку подключения, сделаю Ctrl-C, и вставлю вот сюда, вот таким вот образом. Обратите внимание, как это получилось, то есть я должен в конфиге подставить таким образом. В общем-то, я могу сюда, вот в этот вот, в аргумент string, я могу поставить любой конфиг, и она его, соответственно, заменит. Давайте проверим, что это работает. Смотрите, я теперь вот этот connectionString, вот таким вот образом, копирую, и теперь его вставляю сюда, но здесь уже ставлю, пусть будет у меня прод. Я нажимаю сохранить, количество конфигураций у меня не изменилось, а для чистоты эксперимента, смотрите, я удаляю сейчас базу, давайте я обе базы удалю, пусть это займет немножко больше времени на видео, но зато мы точно будем знать, что это работает. Итак, я выбираю Dev, базы у меня нет, конфигурации лишней нет, и запускаю проект. Надо было, конечно, запустить в дебаге, да, потому что именно в дебаге там происходит проверка. Давайте я так и сделаю. Да, именно поэтому оно не свершилось. Именно в дебаге нужно запускать, то есть не просто, как я нажал первый раз, без дебага, а именно с дебагом. Сейчас идет создание базы данных. Да, видимо, оно уже создалось, так быстро. Смотрите, Dev появился, теперь порт у меня 200002, я теперь останавливаю, и переключаю на прот, и снова запускаю в дебаг. У меня здесь должна база создаться, а я не поменял, да? А, нет, где она? Вот, прот должна создаться. Сейчас проект запустится, я надеюсь. Да, свидетельствует о том, что база создается как раз, долго запускается. 400002, правильно, это был продакшн, смотрим базы, нажимаем обновить, смотрите, все базы создались, то есть все работает. И, как я уже говорил, в финале в выгрузке будет один файл App Settings, ну, как вы видите, он действительно один. В общем-то, вот что я хотел показать, что с конфигурациями можно играться вдоль и поперек. Более того, если вы хотите передавать другие конкретные, сейчас я остановлю проект, то это на самом деле тоже делается очень просто. Смотрите, я сейчас покажу, как это можно сделать. Если я запущу проект, нажму After Eyes, то у меня вот здесь поставляется токен, где есть авторизация. Как раз вот этот самый адрес прописан вот здесь. то есть если я сейчас возьму и сделаю вот таким вот образом, то есть скопирую Identity Server, то есть я уйду опять в закладку, которую я называю, ой, закладку Launch Settings Identity Server, поставлю здесь пробел, напишу Identity Server, двоеточие, URL, и теперь скопирую этот самый URL, и напишу равно как раз вот этот самый, ну, пусть, допустим, для вот этой закладки он останется, так, я потерял, где вот он, Identity Server URL будет такой, ну, я чисто для примера, а для прода пусть он будет какой-нибудь там 999, ну, и хватит. Пусть будет вот такой. Нажимая сохранить, как вы понимаете, я поменял и там, и там, просто запускаю в Dev, соответственно, он должен подставить, давайте закроем старый, смотрите, здесь у меня как было, так и осталось, вот он, этот Local Host, закрываем, переключаюсь на Prod, стартуем, нажимаем Afterize, ну, и как вы видите, ни хрена не сработало. Ну, конечно же, я немножечко затупил, простите, и про старуху бывает порнуха, да, я показываю вам с лагеря, меняю URL реально, у реального Ubuntu сервера, ну, для свагера они, конечно, совпадают, поэтому я перепутал, то есть мне нужно здесь прописать не URL, а свагер URL, теперь, соответственно, смотрите, если я запущу с Dev конфигурацией, соответственно, в свагере она покажется, как Local Host 100001, теперь остановим проект и запустим у вас Prod, даже, по-моему, без дебага это можно сделать, теперь, после того, как база данных запущена, ну, и вот, 4002, я нажимаю, и вуаля, то есть, вот таким вот образом подменяются параметры, то есть, вы можете через пробел натыкаить таких параметров сколько угодно, и у вас на выходе будет всегда один файл, что мне кажется, на самом деле, очень удобно, и таким образом, на этом все, играйте с настройками дальше, будут вопросы, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, всего доброго, и до новых встреч!